Дни от Рождества до Крещения период святочных гаданий на Руси. Согласно традициям, в это время можно заглянуть в будущее и узнать, что ждет в наступившем году. Люди к этому относятся по-разному. Одни верят, другие называют девичьим развлечением. Мнения о них неоднозначные. Согласно поверьям, в это время размываются границы между миром людей и потусторонним миром. И можно хоть одним глазком заглянуть в будущее. Особенно любят таким заниматься молодые девушки, гадая на жениха. Это самый простой способ. Подходит, кстати, и для городских жительниц узнать, выйдет ли девушка в этом году замуж. Для этого нужно в помощь выйти с подружками на дорогу, взять с собой башмачок и кинуть его вперед. У той девушки, у которой он улетит дальше всех, и будет в этом году свадьба. А вообще так называемых обрядов очень много. И с водой, и с хлебом, и даже с помощью зеркал. Считается, что именно так можно поглядеть на суженого. Даже есть современные гадания с использованием гаджетов. Но все равно большинство людей, конечно, воспринимает это как развлечение, как народную традицию, дошедшую до наших дней. Однако многие уверены, что все это пережитки язычества. Они несовместимы с верой христианской. Этой же позицией придерживается церковь. Никакие гадания, никакие такие традиционные, казалось бы, народные приметы, неприемлемы для православного христианина, потому что они являются отсылкой совсем к другим сторонам духовной жизни. Гадания, конечно, в церкви не признаются ни в пасхальные дни, ни в рождественские дни, ни в любые другие дни. Потому что это является греховным порочной практикой по традиции русско-православной церкви и вообще православия. Считается, что гадать можно с 7 января по 18, то есть вплоть до крещения. Но все-таки это светлые и праздничные дни. И их церковь советует проводить с пользой для души и досуга. Нельзя проводить в праздности. Нужно стараться почаще быть в храме, почаще встречаться с родными и близкими людьми, дарить теплоту и радость окружающим людям, участвовать в таинствах церкви. Конечно же, подобная позиция церкви была всегда. Но тем не менее, традиции все-таки дошли до наших дней и среди молодежи. Особенно девушек. Вполне себе прижились. Гадать или не гадать – это решение каждого. Но все же, говорят психологи, верить нужно не упавшим башмакам с нам и картам. А верить нужно только в себя и свои силы. И тогда все желаемое исполнится точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!